В Красноярске появились новые структуры поддержки предпринимателей, ориентированных на экспорт. Центр оказывает бесплатные услуги компаниям, которые уже готовы к выходу на международную арену. В частности, проводят для бизнесменов исследования рынков, помогают в продвижении продукции и в поиске деловых партнеров. Подробности у Елены Бурасовой. В Красноярске презентовали центр поддержки экспорта для предпринимателей, который готов выйти на российские и зарубежные рынки. Кроме того, там оказываются бесплатные финансовые и юридические услуги. Все бизнес-предложения аккумулируются в специальной базе для того, чтобы найти потенциальных партнеров было проще. Новые правила игры за вступление во всемирную торговую организацию диктуют свои условия. Компании должны быть конкурентоспособными и выходить на рынки извне. При этом поддерживать бизнес напрямую нельзя. Если раньше предпринимателям субсидировали процентные ставки по кредитам, то теперь помощь может быть лишь косвенной. Две новые структуры, центр поддержки экспорта и Евроинфо-корреспондентский центр предлагают предпринимателям найти партнеров для бизнеса в стране и мире. Спектр услуг от консультирования до организации участия компаний в международных выставках и бизнес-миссиях. Инструменты, которые позволяют легко, оперативно выйти и найти каналы связи на экспортном рынке с теми компаниями, потребителями, которые наиболее предпочтительны для наших компаний. Инструменты, которые позволят снизить риски работы на международных рынках. Новые инструменты, которые можно применять на территории Красноярского края, конечно, становятся очень востребованы. Аналогичные центры действуют по всей России. Предприниматели, которые поставили бизнес на ноги, зачастую самостоятельно не могут продвинуть свою продукцию. Возникают проблемы с оформлением документации и сертификацией. Для кого-то языковой барьер становится непреодолимым препятствием. Трудности, связанные с отсутствием информации достоверной, а также с отсутствием финансовых средств. Большинство малых и средних предприятий не обладают и не имеют возможности формировать в своем штате отдельного сотрудника по внешнеэкономической деятельности. Таким образом, наши услуги концентрируются в трех областях. Это организационная поддержка, информационная поддержка и консультационная поддержка. Информация о компаниях заносится в специальную базу данных. Для этого заполняется подробная анкета о предприятии. Партнеры, которые заинтересованы в сотрудничестве, там же могут оставлять свои контактные данные. Как вы видите, уже пошли вниз, то есть сверху расположена анкета, прайс-лист компании, анкета компании. И затем уже идут контакты от наших партнеров, которые нам уже разместили. То есть для этой компании мы уже нашли партнеров на межрегиональном уровне. Сейчас я вам покажу запросы на федеральном уровне, на уровне запросов, которые мы размещаем для поиска партнеров за рубежом. Это вот называются они запросы РФ. Они долго обрабатываются, ну долго это как? То есть мы их обрабатываем сначала, потом отправляем в Москву, в Москве они еще проходят обработку. Поиск партнеров для красноярских компаний уже идет, и причем успешно. Одним из первых обратился производитель косметических средств и пищевых добавок. Выйти на международные рынки там пробовали и самостоятельно, но у бизнеса с международным уклоном свои сложности. Поэтому сейчас сотрудничество с Центром поддержки экспорта дает новый толчок к развитию. Ну я думаю, что эффективное, потому что у нас уже определенный опыт есть работы за рубежом. То есть один у нас контракт был по поставке эфирного масла в Латвию. Если с помощью агентства поддержки малосреднего бизнеса мы выйдем на реальных интересованных партнеров, то за нами дело не станет. В ближайшее время предприниматели должны заключить договор на поставку продукции в Германию. Это лишь единственный пример. Центры только начали свою работу, а за поддержкой уже обратились 7 компаний. Если же у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой номер телефона 2-92-91-14. Также можете оставить свои комментарии на нашем сайте afontovo.ru. Елена Бурасова, Дмитрий Кудько. Афонтова. Новости.